К этому меня подвигли дети мои. Они, значит, прочитали где-то в газете, что будет конкурс. И мне звонят, говорят, мам, почему тебе не принять участие? А так как знают, что у меня характер такой вот... Ну, я люблю какие-то всякие развлечения, какие-то вот... Я даже хожу сниматься в телепередачах иногда, когда есть время. Вот и я решила себе попробовать. У нас три внука прекрасных. Это Никита, Глеб и Роман. И все сидят с бабушкой, с дедушкой. Мы очень счастливые бабушка и дедушка. Поэтому нам весело заниматься. У нас есть огородик, у нас есть садик. У нас есть кролики, есть курочки. Так что мы вполне счастливые люди. Я стараюсь быть примером красоты и жизнелюбия не только для своих детей и внуков, а для своих родителей детского сада, в котором я тружусь. Когда я иду с утра на работу и возвращаюсь домой, я всегда встречаю улыбки. Поэтому вот я чувствую себя бабушкой и не только для своих внуков, но и для своих воспитанников. Поэтому понятно, что жизнь скоротечна. И мне хочется получить от жизни всё. Я бабушка, но хочу стать супер бабушкой для всех своих любимых детей. Я решила принять участие в конкурсе «Люберецкая супер бабушка», потому что мне это интересно, потому что я хочу попробовать, что я способна. Раньше у меня было, конечно, побольше увлечений. Сейчас, так как работа занимает много времени. Но я люблю ходить по музеям. Мы много гуляем с внучками. У меня дочка такая активная, активную жизненную позицию занимает. И всё время мы по субботам и воскресеньям почти каждый раз ездим куда-то. Стараюсь, прежде всего, научить манерам хорошим, чтобы аккуратности. Потому что сейчас не хватает аккуратности у детей. Самым большим достижением я считаю, что у меня две дочери, что они обе замужем, что у меня есть внуки. В принципе, ради них надо жить. Жизнь продолжается. Вот уже 6 лет я на пенсии. Поэтому у меня очень много времени. А потом я занимаюсь хозяйством. Вот мы с внуком ходим, смотрим и кроликов, и кур, и огород, и как морковка растёт. Когда я пошла на пенсию, так казалось, очень как-то скучновато после такой деятельности, как ревизор финансовой. Поэтому я везде стараюсь принимать участие. Вот принимаю участие и в Совете инвалидов, и в Совете ветеранов. И, конечно, бабушка. Я самая... Тем более у меня такой лучший внук в мире. Поэтому я с удовольствием принимаю участие. На протяжении 30 лет я занимаюсь декоративно-прикладным искусством. И поняла, что мне нужно заниматься и свои знания передавать другим людям. И вот на протяжении уже 16 лет я работаю руководителем кружков по декоративно-прикладному искусству. И основную свою работу я ставлю как бы на воспитание молодого поколения детей. К сожалению, сложилось так, что у меня родных внуков нет. Но у меня настолько много друзей, у которых внуки выросли буквально на моих глазах. Поэтому я хочу показать, что бабушка... Бабушка – это, вы знаете, образ жизни. И благодаря бабушкам они могут выйти в жизнь с большим запасом знаний. И в том числе работая, видя красивое, видя замечательное и делая своими что-то руками. Я думаю, что супербабушка должна быть доброй, справедливой, ответственной. Помогать внукам во всём и везде. Я горжусь своей семьёй. У меня хорошие дочери, хорошие детья, хороший муж. Внук ко мне на работу приходил на субботник. Он берёт грабли, грабит, работает. Он прямо активист. У меня внук активист. Ему всё это очень нравится. Такой вот активный, но вместе со мной. Потому что он знает, что бабушка... Вот его за руку и всё, и пошли вперёд. Я решила принять участие в конкурсе «Люберецкая супербабушка», потому что я шустрая, молодая, справедливая и надеюсь на победу в этом конкурсе. Супербабушка, я считаю, должна быть активной, жизнерадостной, влюблённой в свой край. Я считаю, что я самая настоящая супербабушка Люберецкая. Но главное моё достижение – это мои дети и внуки жизни. И плюс моя любимая работа, которой я отдаюсь целиком и полностью. Ну, для души это, конечно, мой огород. Мои цветы, мои теплицы. Зимой хожу на лыжах. Летом ездим на речку купаться. Когда узнала, что будет конкурс супербабушки, я решила поучаствовать в этом конкурсе. Всё-таки хочется что-то рассказать и узнать о других. Как другие бабушки себя ведут и чем они занимаются? У меня есть хобби. Это я люблю вязать, немножко шью. У меня есть дача, которую я тоже люблю. И очень много летом, в основном, все выходные на даче провожу. Катаюсь на велосипеде. Зимой люблю лыжи. Занимаюсь йогой уже 4 года. Я решила поучаствовать, потому что у меня очень много знакомых и подруг, которые супербабушки действительно. Я хочу представить всех моих подруг, которые бабушки от своего лица, какие мы энергичные, какие мы задорные. У младшего сына трое маленьких детей. И они к нам приезжают в гости, то есть к дедушке с бабушкой. И я так понимаю, они нас любят. А для нас это счастье, продолжение. Птихия и музыка, то есть чем я занимаюсь, это как вдохновение. И я закончу своим четверостишием. Светит лучик у крыльца, птички прилетели. Повторяю без конца, только бы не болели. Как жаль, что детство не вернешь. Как жаль, что мы уже не дети. Но внуки есть уже у нас, и это главное сокровище на свете. У меня двое внуков. Старшей Маше 15 лет. Она уже студентка музыкального колледжа. Младшему Феде 9 лет. Я помогаю внукам добиваться хороших результатов в учебе. Они, в свою очередь, помогают мне овладеть компьютером и современными гаджетами. Своей энергией, своим задором, своим жизнелюбием они помогают сохранить молодость. Я мама, бабушка, жена. И мне уж много лет. Вы скажите старуха, а я скажу вам нет. Заслуженно на пенсии я бабушкой тружусь. Сажаю, мариную и внуками горжусь. Есть много хобби у меня. Люблю я петь и танцевать. Люблю грибы я собирать. Люблю в театры я ходить. И со всеми, со всеми дружить. Вы спросите, для чего я пришла на конкурс Супербабушка? А я скажу вам честно. Хочу я показать всем, что мои года – мое богатство. И в эти года можно жить, вести такую замечательную жизнь. Родная внучка у меня пока одна. Двое сыновей взрослых. Это от старшего сына, от младшего пока ждем. Но зато есть племянчатые внуки, их семь человек. Мы со всеми общаемся. Также они меня называют бабушкой. Я считаю, что это очень даже достойно быть бабушкой таких внуков. Мы выращиваем цветочки, сажаем в огороде вместе. Клубничку посадили в прошлом году, в этом году мы вместе собрали. Это все сближает и детей, и внуков, и бабушек, и дедушек тоже. Вычитали, что есть такой конкурс, и почему бы не поучаствовать? Чтоб и внуки гордились, и, может быть, они какое-то участие приняли в этом тоже. Я думаю, что нужно все пробовать, если есть время. После выхода на пенсию и рождения двух внучек, я переехала жить за город. И все свое свободное время посвящаю им. Варя и Поля учатся в музыкальной школе. Я помогаю им разбирать музыкальные произведения, разучивать ансамбли. Наша семья очень любит спорт. Мы с мужем поставили зимой детей на лыжи, коньки. Мы детей научили плавать, нырять, играть в бадминтон. Я очень люблю готовить, и дети тоже мне помогают. Конкурс – это очень хорошая идея. Конкурс дает возможность расширить свой кругозор, позволяет познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом воспитания. Я работаю на фабрике Пихорской, инспектором отдела кадров. Ну, а, конечно, всю жизнь была в бухгалтерии. Сейчас отдыхаю. Но отдыхать особо не дают, потому что у меня 7 внуков. Трое детей. С внуками видимся, конечно, больше по выходным. Читаем с ними, разговариваем. Ну, бываем на каких-то конкурсах, на каких-то выставках. Инстаграм очень много места занимает времени на сутках. И одноклассники. Пролистал ленту, увидел все. Что не нравится – возразил. Что нравится – похвалил. Я, наверное, скоро буду настоящим блогером. А я решила поучаствовать в конкурсе «Люберецкие супербабушки», потому что хочу выиграть. У меня двое детей. И от двух детей у меня двое внучек. Я люблю с ними заниматься садоводством, посещать выставки, музеи. В настоящее время я работаю в Люберецкой теплосети, в котельной. Работа моя мне нравится. Ну, и нахожу время на свое любимое хобби. В кулинарии я очень люблю выпекать торты, украшать их красиво и дарить всем знакомым и друзьям, и родственникам. От конкурса я ожидаю встречи с единомышленниками, новых знакомств и общения в обмен опытом. Супербабушка – это очень активный человек. И не всегда она должна отдавать себя только внукам. Она должна и жить для себя лично. По жизни своей я оптимист. Очень много люблю путешествовать. Хобби у меня есть замечательное. Я собираю сов. В моей коллекции их уже порядка 400 штук. На конкурс я пришла, чтобы рассказать о себе, о своей семье, о своих внуках. И о том, как в немолодом возрасте можно оставаться оптимистом, детей влечь нелегкая работа. Но я ведь супербабушка, друзья. Обычно наши встречи как по нотам. Сияют внуки и сияю я. Вся моя жизнь связана с Люберецким округом. Самые счастливые моменты моего детства прошли в Малаховке. Там я училась в школе, занималась музыкой, рисованием, танцами. Все эти увлечения сохранились на всю жизнь. Позже переехала жить в Томилино. Сейчас там проживаю. И работаю в Центральной детской библиотеке города Люберца в Ригантине. Конкурс «Супербабушка» мне интересен потому, что я надеюсь предложить создать на базе нашей библиотеки клуб «Супербабушек», который бы постоянно действовал. И все желающие могли бы в нем обмениваться своим и жизненным опытом, и умениями. Я узнала, что это будет очень интересное путешествие, что это не просто какой-то конкурс, что здесь создастся какая-то команда из вот таких же бабушек, как и я. Я сейчас работаю в детском саду, учу детей плавать. Я инструктор по аэробике, по йоге, по всем групповым программам в фитнес-клубе. То есть в нескольких фитнес-клубах я еще вечерами работаю, несмотря на свой пенсионный возраст. Я безупречна, я красива, сверкаю радужным я светом. Я так прозрачно и игриво. Кристалл зимой, а капля летом. Я по профессии главный бухгалтер, но это не мешает мне вести активный образ жизни. Я занимаюсь еще немножко благотворительностью. Я пришла к идее заниматься с детьми из детских домов, чтобы они могли правильно общаться, уметь преподнести себя, уметь вовремя правильно отреагировать. Наверное, любовь к внуков определяет, супер бабушка ты или нет. Не важно, какая ты. Не важно, умеешь ли ты готовить хорошо пирожки. И, может, ты умеешь хорошо рассказывать сказки, может, хорошо вязать носки, варежки, они потом все платы, шарфики, которые они будут носить и радоваться. В прошлом я бизнес-леди. Но жизнь повернулась так, что я стала педагогом. И я очень довольна в том, что я стала учить детей всему тому, что я умею сама. Я творческий человек. Я умею все готовить, вязать, шить. У меня свой театр мод, я создаю свои коллекции одежды. До конкурсей я хочу показать, что я умею, и что могут мои дети и внуки. Потому что что умею я, то умеют и дети, и умеют внуки. Внуки музыкальные поют, рисуют, хорошо учатся, танцуют. Все и всегда со мной рядом. Я считаю, что я настоящая супер бабушка. Сейчас я на пенсии, но я все равно работаю, так сказать, подрабатываю на дому. Зимой я фасую цветы и овощи всякие. А в основном четыре раза в неделю у меня хоры. Вот, я пою репетиции, готовлю программы. Не только пою, я сочиняю вот эти подводки всех концертным программам. Сейчас такой возраст, что каждый день, каждый час на счету. Вот хочется, чтобы каждый день было воспоминание. Я пришла на конкурс «Люберецкая супер бабушка», потому что уверена, что мне есть, что показать зрителю и порадовать люберецкий народ, люберецких жителей. Я постоянно, то есть сама учусь. И до сих пор каждый день совершенствую свои знания, читаю, вот веду клуб в кругу друзей. Каждую среду мы собираемся, то есть начинаем. Люди пенсионного возраста за 60 и старше с удовольствием приходят. Мы обменимся информацией, то есть полезные рецепты. Приглашаем иногда врачей, людей очень интересных. И еще я провожу в поселке Красково литературу, музыкальную гостиную. Я думаю, что все-таки вот предназначение каждой женщины не только обвести в сыновья, в своей семье добро, счастье и помогать, но и заниматься общественно полезным трудом. Я проработала в Министерстве пищевопромышленности, потом работала на парфюмерной фабрике «Новая Заря». Около года сидела дома, занималась внуками, дачей. Ну, потом решила, что у меня еще пока есть силы и возможности. И я пошла работать в детский сад. Когда бывает свободная минуточка, успеваю еще на даче поработать. Я решила принять участие в конкурсе «Люберецкая бабушка», чтобы своей жизненной позицией показать людям, что нужно не замыкаться, не сидеть в своих квартирах, а быть активной и полезной обществу. Я являюсь инициатором и куратором социального проекта «Название и Брадужный Лев». И в рамках этого проекта мы работали в Люберецкой детской больнице. Художник расписывал там отделения сказочными героями мультфильмов и любимых сказок, для того, чтобы детки могли лучше переносить нахождение в стационаре. Я здесь, на этом конкурсе, для того, чтобы с помощью данного конкурса лишний раз проявить свою любовь к моим замечательным внукам. К сожалению, я мало времени в силу занятости с ней провожу, поэтому мне хочется, чтобы они знали, что бабушка ради них готова соревноваться, участвовать в конкурсах, чтобы Даша и Боша могли сказать, что у них супер бабушка. У меня двое внуков, один мальчик у меня, Никита, пошел во второй класс, а девочка еще маленькая, только начала ходить с Мариночеком. Я очень люблю еще заниматься физической подготовкой, для того, чтобы было мне не очень стыдно ходить с внуком на прогулки. Мы с ним на самокаты садимся, и когда я еду, дети иногда даже кричат. Вот смотрите, бабушка, бабушка едет. Если говорить про конкурс, я считаю, что это очень интересное мероприятие, оно нужное, что я от него жду. Я встречусь с людьми талантливыми, которые делают очень нужное дело. Какое дело? Воспитывать своих детей, потому что тогда появится поколение в правильном ракурсе воспитанное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова